Я вначале поясню, почему я именно этот стандарт, именно эту имплементацию выбрал для того, чтобы вам про нее рассказать. Я архитектор блокчейн-решений, и U-Port – это одна из технологий, которая всегда рядом, мы всегда в нее подсматриваем, как сделано там, потому что там показано, как сделать красиво, с занимением целостных каких-то транспортных механизмов, сигнальных, как сделать, чтобы вот те системы работали поверх текущего интернета. Вопросов там на самом деле очень и очень много. И к U-Port я, скажем, с самого начала, когда только блокчейн-системами стал заниматься, постоянно с ним сталкивался, он развивается параллельно, и вновь, когда мы стали разрабатывать ключницу или ключницу, мы вновь смотрим на реализацию U-Port, как сделано там, и она совершенствуется. И очень интересный проект, поэтому я вам рекомендую за ним следить. Значит, как мы пришли к U-Port? Есть у нас проект YoPay. Это криптовалютный кошелек, и связана с ним система приема криптоплатежей. Ну и, как известно, из-за особенностей блокчейна, из-за так называемого скалабилити ищу, есть проблемы со скоростью платежей. То есть, к примеру, представьте, вы платите какую-то микроскопическую транзакцию, условно, чтобы проехать в метро, например, и вам нужно ждать несколько минут, как минимум, чтобы она прошла, чтобы она была включена в блок и определялась как финальная. И возникает, собственно, вопрос, как это ускорить. Один из вариантов – это применять state channels, и тоже это одно из направлений нашей работы. Но другой вариант – это какое-то имплементировать доверие, так сказать, постоплатная система. Но каким образом мы можем понимать, можем мы верить предъявителю или нет? Потому что в текущей реализации нет какого-то стандарта, чтобы кто-то за кого-то поручался, чтобы кто-то кого-то мог проверить и не притвориться множеством. Например, мне, чтобы сгенерировать криптокошелек, достаточно просто генератор случайных чисел один раз перезапустить. И поэтому я могу притвориться разными людьми. К примеру, еду в трамвае. Допустим, система позволяет мне взять кредит, то есть оплатить какую-то накопленную сумму. Я просто могу, перегенерировав кошелек или используя другой ключ, притвориться уже другим человеком. Поэтому необходимо в этих системах какая-то встроенная в кошелек идентичность, чтобы был какой-то токен, какой-то идентификатор, в отношении которого можно было бы создавать утверждение. Например, это Вася Пупкин. Он прошел верификацию. Кто-то сказал, что у него проверена его идентичность. Вторая боль вот в этих кошельках – это необходимость соответствовать процедурам KYC и ML. То есть препятствовать движениям черных денег, криминальных. И сегодня тоже эти все механизмы, они достаточно убогие. То есть для того, чтобы, скажем, оплатить картой, чтобы депонировать биткоин за условную визу MasterCard, я вынужден перейти на платежную систему. Она меня переводит на KYC провайдера. Я там предоставляю свои документы. И каждый раз при каждой повторной операции я вынужден долго ждать те же самые формы, заполнять многократно. И это очень медленно. Это одна из проблем внедрения вот этих систем, потому что они неудобны. Вот этот барьер между фиатом и криптой, он пока еще очень крепкий. Другие вещи, скорее, больше технического характера. Что при оплате, условно говоря, через QR-код, у нас нет обратной связи. То есть мы не можем знать, пользователь прочитал этот QR-код или нет, и отправил ли он деньги или нет. Плюс в блокчейнах такая динамика происходит, их характер вероятностный. Например, никто не гарантирует, что транзакция будет включена в блок. Например, в эфире, если мы совершаем транзакцию, там есть динамическая величина, gas price, которую нам необходимо выставлять адекватной обстановке. И при увеличении нагрузки на сеть, наша транзакция может оказаться в подвешенном состоянии, то есть висеть в пуле, в так называемом временном, но не быть включена в блок. И необходим механизм двунаправленный, который позволяет получателю этого платежа запросить увеличение газа. Газ прайс. Ну да, в частности. Ну и также хорошо бы иметь некий глобальный механизм аутентификации, о чем вот сегодня много уже было сказано, авторизации на сайтах. Что-то типа UALF, только не зависящее от провайдера. И мы с наибольшим интересом смотрим на стандарты U-Port, которые соответствуют тем драфтам недавним, которые уже тоже стали утвержденными стандартами World Wide Web Consortium. и, в общем-то, есть предположение, что U-Port станет одним из референсов. То есть той технологии, которая будет взята за основу вот этих новых конструкций. В конце я покажу прям story, прям вот кейс, прям демонстрация будет реально работающего приложения, вы сможете сами эти шаги пройти. Но скажу пару слов об его архитектуре. Что U-Port из себя представляет? Это набор библиотек, инструментов. Одна часть которых работает в мобильном приложении или в браузере клиента на фронтенде, а другая находится на бэкэнде сервера. Одна из них осуществляет функцию хранилища приватных ключей, кошелек, ключницы, как угодно. Вторая осуществляет функцию проверки, создания запросов на частичное раскрытие информации и поддержания сеанса связи. Значит, вот та часть, которая находится на клиенте в виде библиотек для JavaScript, которые можно включать в мобильные приложения и в фронтенд сайтов, называется U-Port Connect. U-Port Credentials, это как раз изнаночная сторона, которая выполняет проверку сертификатов, проверку валидности вот этих идентификаторов. И транспорт позволяет организовывать связи двунаправленные. На самом деле все используют уже текущие стандарты, стандартные технологии веба, чем, собственно, это и ценно. Но может быть расширено для нового стека. Например, когда будет имплементирована глобальная сигнальная сеть, например, в эфире SWARM протокол, то он может быть включен в транспорты, и со временем веб-сокеты могут быть оттуда убраны, как устаревающие. То есть вот эта конструкция, она делает некую абстракцию. Нам без разницы, что снизу. Мы с точки зрения функционала выделяем три части, которые между собой взаимодействуют в соответствии с наиболее распространенными стандартами. Ну и, конечно же, инструменты, которые позволяют вручную либо путем внедрения в бэкэнд или во фронт какие-то вещи выполнять. Например, имплементировать тесты, подключать реестры, которые находятся вне системы. Например, аналог ревокейшн листа может быть записан в контракте, либо все вот эти утверждения могут храниться в смарт-контракте. И тоже, вот это еще один уровень абстракции, который тоже необходим, и он там присутствует. Как это работает? Если вы зайдете на сайт Юпорта, то там будет доступно для скачивания мобильное приложение. Вы прям можете прямо сейчас это сделать, его поставить. Первое, с чего начинается его работа, это вам предлагается создать вашу идентичность технический, это случайное число, так сказать, приватный ключ. Он стандартно использует нотацию в виде 12 слов, это так называемый стандарт BIP, BIP-39, который позволяет в удобном виде это все записать на бумажке и хранить в виде физического объекта. либо выучить наизусть и запомнить. То есть такой дружественный пользователю вариант хранить секреты. Конечно, не такой дружественный, как у вас, но достаточно часто используемый. То есть этот же самый секрет можно импортировать в другой кошелек, и вы получите доступ к тому же самому адресу, который вот и здесь в нашей ключнице возник. адрес. Адрес это, как во всех криптовалютах, адрес является хэшом публичного ключа, также и здесь. В данном случае адресом является эфировский адрес, то есть вот этим самым приватным ключом мы можем подписывать транзакции от имени этого адреса. То есть все очень просто. Ну и Digital ID записывается как вот в стандарте W3C в такой нотации. DIT это тип Digital ID, дальше где на эфире Mainnet и дальше адрес. Все абсолютно понятно, он работает в принципе как обычный одноаккаунтовый кошелек. И дальше начинается самое интересное. На сайте Юпорта доступна такая демка в виде то ли государства, то ли города с различными службами и мы с нашим приложением на этих службах получаем какие-то услуги как гражданин. Мы прямо в точности как на портале госуслуг имеем возможность там залогиниться но не используя для этого никакой централизованный сервис. Мы нажимаем login with you port и в зависимости от того где мы это открыли либо через DeepLink запускается наше мобильное приложение и нам показывает интерфейс готовы ли мы залогиниться под собой либо нам показывается такого плана QR-код значит что в этом QR-коде вот я говорил про некий сигнальный канал в WebSocket на QR-коде URL по сути в котором закодирован JSON объект в формате base base 64 то есть это примерно похожий объект только там тип немного другой как Степан показывал но закодирован в виде символов английского алфавита с заглавными буквами и цифрами и с маленькими буквами для совместимости с протоколом HTTP потому что кавычки точки с запятой и двоеточие в HTTP имеют специальное значение в заголовках чтобы передавать это нужно как-то экранировать поэтому в этом стандарте он называется JWT используется вот такая нотация взаимодействие самое минимальное большинство операций выполняется за за один цикл вопроса ответа и взаимодействие достаточно компактное в принципе в перспективе вот эти объекты могут передаваться в ну другим транспортом не через веб-сокеты но пока вот так пока интернет такой как сейчас взаимодействие через веб-сокеты по HTTP протоколу значит что делается с этим QR-кодом он сканируется приложением и приложение нам показывает что что этот QR-код какой он имеет смысл и готовы ли мы это действие подтвердить и мы нажимаем кнопку логин так как действительно хотим залогиниться в этот город и нам доступен большой выбор госуслуг некоторые госуслуги требуют наличия сертификатов которые можно получить путем взаимодействия с другими госуслугами вот например для того чтобы получить диплом об образовании мы должны предъявить идентификатор жителя этого города типа паспорта с дипломом об образовании мы можем что делать что нам будет доступно мы можем билет на проезд в автобусе приобрести на месяц можем смысл вы я думаю поняли как выглядит получение диплома абсолютно аналогичным образом мы заходим на сайт провайдера на сайт учебной организации тоже там есть кнопка login with youport тоже открывается интерфейс либо с диплинком либо с QR-кодом и мы в приложении попадаем в тот же контекст где нам предлагают залогиниться мы это выполняем и нам университет выпускает диплом и пересылает нам его через вот этот вебсокет который у нас установился при перечной авторизации мы в свою очередь в приложении определяем берем мы его к себе в хранилище или нет мы можем отказаться и тогда мы потом его не сможем предъявить в данном случае мы этот диплом принимаем и он у нас становится доступен в credentials то есть это то где тот раздел приложения который в себе имеет список утверждений в отношении нас условно говоря когда мы это встроим в наш кошелек то прохождение KYC при взаимодействии с фиатом всегда будет вот такое одноэтапное мы один раз это пройдем у нас в кошельке будет храниться сертификат и мы потом этот сертификат можем предъявлять до тех пор пока он валиден а проверяющая сторона может его проверить и что более интересно KYC провайдеры могут верить друг другу то есть при верификации достаточно будет прохождение KYC у кого-то одного мы сейчас взаимодействуем с несколькими провайдерами и вот наиболее интересным вариантом такой работы выглядело бы так что вот эти блоклисты которые ведут разные госслужбы разных стран по которым KYC провайдеры проверяют личности они могли бы относиться каждый блоклист к своему провайдеру когда это станет глобальным инструментом рабочим и мы могли бы у себя все эти утверждения накапливать в отношении себя хранить и предъявлять к примеру для операции там на 5 долларов необходимо будет наличие двух сертификатов от удостоверяющего центра А и Б для больших операций необходимо будет чтобы по всем блоклистам не было отзывов в отношении нас негативных таким образом возможно глобально построить такую систему идентификации которая позволила бы этот процесс значительно упростить при этом не жертвуя ничем для государства это даст прозрачность денежных потоков для пользователя это даст повышенную скорость и отсутствие какой-либо трудоемкости вот еще один пример выпуск сертификата о трудоустройстве как бы трудовая книжка на блокчейне вернее не на блокчейне на децентрализованных идентификаторах тоже при получении сервиса вот мы знаем что мы можем его получить предъявив два вот этих артефакта которые уже до этого были выпущены проходим через QR-код у нас запрашивается здесь происходит процесс частичного раскрытия то есть у нас запрашивается какие объекты нужно раскрыть передаются их заголовки и мы выбираем что мы согласны раскрыть наш паспорт и диплом и в результате нас во-первых авторизует вот этот сервис и в отношении нас он выпускает тоже сертификат в приложении сертификата если каждый кликнуть в списки и провалиться в его контекст выглядит вот таким образом у них абсолютная гибкость в настройке полей и по каждому доступен свой набор данных частичное раскрытие пока не реализовано ZZ тоже не реализованы но сам стандарт и сам подход при необходимости может быть много многоходовым многоэтапным вот и поэтому технически это возможно ждем когда Uport дальше будет развиваться и это имплементировать чтобы можно было запрашивать например только город регистрации не интересуясь остальными данными еще раз что для нас дает Uport во-первых для кошелька глобальные переиспользуемые KYC аттестации когда это станет стандартом скорее всего станет приеме и обработке платежей это повышение скорости работы за счет использования постоплатной модели один вектор это straight channels это lightning для биткоина для straight channels мы используем для эфириума для контрактов connect протокол ну а для постоплатной модели мы должны предотвратить возможность одного кошелька притвориться множеством и вот за счет вот этих утверждений это достигается ну и конечно же глобальный механизм для аутентификации на различных ресурсах тоже очень полезная очень полезная история которая расширяет вот этот функционал вплоть до того что можно браузер встраивать в него эта тема не новая это прям база концепции веб-3 что у нас внутрь нашего внутрь нашего фронтенда встраивается специальный объект к которому можно обращаться и проводить авторизацию прям нативными способами не реализуя это в коде фронта а прям в приложении например в эфире подобная штука работает видим продукт метамаск мобильного приложения там прям в контексте в контексте страницы в контексте документа есть веб-3 объект и можно прям взаимодействовать с ключницей и подписывать какие-то транзакции но в слайдах вы найдете детали как это работает но еще больше деталей есть в документации на юпорт которая достаточно подробная и позволяет разобраться как все устроено под капотом ну и самым первым конечно шагом было бы полезным вам непосредственно поиграться с с этим стандартом пройдя вот эту работу с виртуальным городом поэтому очень вам рекомендую на этот инструмент обратить внимание и следить за его развитием спасибо так да вопросы микрофон желательно добрый вечер спасибо за доклад у меня есть такой вопрос вот на этапе регистрации я видел что нам присваивается DID и унес с ней ссылочка на Ethereum правильно где вероятно хранятся какая-то транзакция которая выпускает этот DID правильно ну есть два два варианта буквально год назад был бы ответ да потому что там под каждый идентификатор создает создавался контракт и в другой контракт который содержал реестр утверждений вносилась запись при вот каждом при выпуске каждого сертификата это было в контрактах но потом встал вопрос опять же скорости и того что для записи в стейты необходимо платить и это дорого поэтому эта система в том виде в котором она демонстрируется в том виде в котором она развернута она не требует контракта вообще она не требует вообще никаких стейтов никаких сессий и единственное что Resolver как он правильно называется он в данном режиме обращается к ревокейшн списку и больше ни к чему то есть создание утверждений не требует записи в контракт она происходит только тогда когда сертификат отзывается то точно так же как в xp509 абсолютно но в принципе наблюдая за тем как в этой платформе происходит изменение можно предполагать что разные варианты возможны и как когда мы будем иметь дело с глобальным чейном в которой запись которой будет бесплатна то возможно в нем и будут храниться эти записи не будут пересылаться в виде громоздкого объекта уже для для компенсации размера для уменьшения этих объектов да спасибо я как раз хотел дальше спросить вопрос как с комиссиями решали вопрос но я понял да просто ведем рефокейшн список спасибо еще вопросы приветствую дорогая слушай подскажи пожалуйста вот это ваша разработка юпорт и ну соответственно так сказать мерчант юпей то есть это как-то оно друг другом связано или это ну какой-то сторонный производитель сторонный вендор юпорт не наша это как как бы мы ну просто аналогия мы разрабатываем сайт на апач веб-сервере я рассказываю про апач а сайт наш также здесь мобильное приложение наше приложение для пост терминала наше это все реальные вещи там есть работа с блокчейном на чейне в процессе работа над лайтнингом и с т-ченнелами и вот подключение того функционала по которой я рассказал почему я это спрашиваю вопрос саппорта стоит то есть если вдруг ну грубо говоря у меня возникнут некие трудности с пользованием или возможно какой-то мой клиент подключится или будет на вопрос с идентификацией то есть решить вопрос нет вы каким-то образом на это влияете или грубо говоря являетесь ну авторизовать авторизованным вендором этого приложения для конечных пользователей юпорт очень открыто и там не было такого вопроса который бы у меня возник я бы не получил ответ во-первых вся кодовая база и есть во-вторых наиболее частый вопрос в ищу заданы у них есть дискорд и даже я правда не проверял даже какая-то линия поддержки как ни странно хотя проект некоммерческий глава наиболее